Электротехническое предприятие «Моноэлектрик», расположенное в городе Джизаки, выступило с инициативой трудоустройства людей с нарушениями зрения на основе надобничества. В ходе прошедшего сегодня совещания глава нашего государства поддержал эту инициативу, подчеркнув необходимое создание джизакского опыта трудоустройства лиц с инвалидностью и решение таких проектов. Подробнее о деятельности данного предприятия в сюжете далее. Сегодня джизакская область – это фабрика идей, локация, где реализуются новые инновационные проекты, главная цель которых – развитие региона и создание новых рабочих мест для его жителей. Никто не остается в стороне от этих масштабных преобразований. Еще один наглядный пример – предприятие «Моноэлектрик». Здесь с прошлого года налажено производство розеток, распределительных панелей, выключателей. Стоимость данного проекта составляет 10 миллионов долларов, а мощность – 15 миллионов единиц электротехнической продукции. В прошлом году здесь произведено 3 миллиона единиц электротехнических изделий на 24 миллиарда суммов. Основная причина налаживания нашей деятельности здесь – то, что раньше возможности джизакской области не были использованы в полной мере. Трудолюбивые жители и природно-ресурсный потенциал, а также расположение региона делают его очень привлекательным, особенно с точки зрения логистики и торговли и бизнеса. По инициативе президента в джизаке организована свободная экономическая зона. Для нас, предпринимателей, созданы большие возможности. Данная область находится в центре республики и с точки зрения логистики удобно экспортировать продукцию как в другие регионы, так и в соседние республики. От Нукуса до Андижана у нас имеются торговые точки. В настоящее время мы достигаем отличных результатов даже лучше, чем планировали. Открыли дилерские центры во всех регионах. Наша продукция отвечает всем европейским стандартам. Предприятие оснащено современным оборудованием из Турции и Таиланда. Экспортный потенциал равен 3 миллионам долларов. Уровень локализации достиг более 80%. В 2023-2024 годах стоимость проектов, реализованных со стороны учредителя, составила 10 миллионов долларов. Сумма уплаченных налогов – 550 миллионов суммов. Поступление в бюджет – 8 миллиардов суммов. Создано более 200 рабочих мест. С 50 домохозяйствами организована работа на основе кооперации. В начале здесь работало 30-40 человек. Сейчас более 200 работников, 80% из которых – женщины. Работая здесь, научилась многому. Получаю стабильный доход. Удобно, что предприятие расположено рядом с моим домом. Счастливо, что в нашем регионе создаются новые рабочие места. Не нужно выезжать за рубеж на заработки. Самый лучший доход на родине рядом с семьей. Предприятие выступило с инициативой трудоустройства людей с нарушениями зрения на основе надомничества. Эту инициативу поддержал сам президент, подчеркнув необходимый создание джизакского опыта трудоустройства лиц с инвалидностью и расширение таких проектов. Мы развиваем надомный труд, заключаем контракты с жителями, привлекаем людей с инвалидностью. Все детали доставляем на специальные автомашины прямо к ним домой. Они, в свою очередь, будут изготавливать из них полуготовую продукцию. Заработная плата 3,5-4 миллиона сумм. Если они перевыполнят намеченный план, то сумма будет автоматически увеличиваться. Уважаемый президент провел 20 февраля видеоселекторное совещание, на котором обсуждены приоритетные задачи в сфере социальной защиты. Отмечено, что будет создана национальная система обучения трудоустройства лиц с инвалидностью. Это очень обрадовало меня. Хоть я не зрячий, но руки готовы и могут трудиться. Надомный труд – это очень важная инициатива нашего президента. Я хочу приносить пользу нашему обществу, нашей стране. Благодарен, что у нас есть теперь такая возможность. Заключив контракт с предприятием, теперь будем получать хороший доход. Сегодня мы посодействовали в трудоустройстве на данном предприятии около 50 людей с нарушениями зрения. Увеличение количества таких предприятий послужит обеспечению социализации лиц с инвалидностью. Им будет проще найти место в обществе. К тому же, это дополнительный доход, получаемый посредством надомничества. До 2023 года в городе Джизаки пособие получали 9700 семей. По состоянию на 1 апреля этого года их количество сократилось до 6200. Это говорит о том, что благодаря трудоустройству семей, нуждающихся в социальной защите, становится меньше. У предприятия большие планы на перспективу. В частности, в 2025-2026 годах будет освоено 30 миллионов долларов. Будут производиться 30 миллионов единиц электротехнической продукции в год. В 20 махалях, а это 500 домохозяйств, в городе Джизаки, Шарафрашидовском, Пахтакорском и Зардарском районах будет налажено производство электротехнической продукции. В результате будет создано 550 дополнительных рабочих мест. А экспортный потенциал достигнет 15 миллионов долларов.